Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Будьте здоровы! В городской поликлинике новое оборудование. Избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Президент отметил, что граждане стали активнее принимать участие в голосовании и подчеркнул, что работать нужно с еще большей отдачей, с еще большим напряжением. Призвал губернаторов проявлять внимание к людям. Инаугурация губернатора Кубани пройдет 22 сентября. В городскую поликлинику поступила вакцина от гриппа. Агрессивный вирус постоянно мутирует и требует выработки иммунитета каждый год. Профессии, требующие постоянного взаимодействия с большим количеством людей, наиболее опасны для заражения вирусом гриппа. Медицинские работники проверили вакцину на себе. Привиты уже около 400 человек персонала городской поликлинической больницы. Врачи рекомендуют не затягивать с вакцинацией и своевременно обратиться в поликлинику. Кстати, в городской поликлинике еще одно значимое событие – приобретен новый аппарат УЗИ. В городской поликлинической больнице аппарат УЗИ появился впервые за много лет. Оборудование стоимостью почти 2 миллиона рублей приобрели при поддержке властей курорта. Просьбу заместителя главврача Елены Паркиной глава Анапы Сергей Сергеев не оставил без внимания. Все знают, что на УЗИ нужно было обращаться в городскую больницу, где часто не получалось сортировать потоки людей. Например, на одно и то же время приходили люди, которые по талончикам идут, плановые пациенты, и тут же привозят на каталки. Понятно, что экстренных пациентов всегда проводишь вперед, и люди часто понимают. Но при этом сроки ожидания этого пациента, который находится в коридоре, они увеличиваются. Диагностика заболеваний с помощью аппарата УЗИ – залог выявления патологий на ранних стадиях. Елена Рагулина любит свою работу. Работа на современном оборудовании – это возможность поставить пациенту своевременный и точный диагноз. Новый аппарат Елена уже освоила. Это современный аппарат, хоть и видно, что портативный, то есть в нем есть все функции для исследования. Доплерография, энергетическое исследование, все сосуды исследуем, сердце можно исследовать, гинекологию можно исследовать, все органы. Ежедневно УЗИ-диагностику проходит не менее 15 человек, хотя аппарат может принимать до 50. Но чтобы принимать больше пациентов, нужен еще один врач. В поликлинике можно сделать УЗИ щитовидной и молочных желез урологического комплекса. Для чего в принципе в основном нужен это больше всего исследование? Для того, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания. И во-вторых, мы можем обеспечивать те ультразвуковые исследования, которые нужны в наших условиях, здесь на месте. Это очень удобно. Причем сделать УЗИ-диагностику в горполиклинике можно абсолютно бесплатно. По назначению врача-специалиста или в рамках диспансеризации. Водители автомобилей зачастую игнорируют законы и правила дорожного движения. Самовольно вносят изменения в конструкцию автотранспорта и удивляются, когда дорожный патруль штрафует их за эти нарушения. В Анапе такой номер не проходит. Отдел ГИБДД по городу-курорту проводит операцию с кодовым названием «Неисправность». В усиленном режиме она пройдет с 11 по 20 сентября. Цель и задача данной операции – выявление транспортных средств с неисправностями. Такие как ксенон, тонировка, обрезанные пружины, прямоточные глушители. В руках у инспектора специальное оборудование. У остановленного автовладельца несколько нарушений. Нелегальная перевозка пассажиров под видом такси – синоновые лампочки. У другого автомобиля отсутствует левая фара. А это потенциальная опасность возникновения аварийных ситуаций. Водителям транспортных средств следует думать не только о себе, но и о других участниках движения. Чтобы снизить уровень аварийности на дорогах, в первую очередь нужно начинать с себя. Впервые за последние 10 лет в составе сборной Краснодарского края по волейболу выступала анапская спортсменка Ангелина Долинная и вместе с командой завоевала победу. Не все высокие и стройные девушки мечтают стать моделями и актрисами. Ангелина Долинная, учащаяся детско-юношеской спортивной школы «Виктория», мечтает о большом спорте. И каждый день целенаправленно идет к своей мечте. Мне всегда нравился волейбол. Я долго думала, куда же мне пойти, но решила пойти на него. Он меня заинтересовал чем-то. Ну, все началось где-то с третьего класса. Мой тренер самый первый, Тихая Вероника Юрьевна, пришла к нам в школу и набирала учащихся. Я попросила маму, чтобы она меня туда отдала. Жизнь спортсмена – это тренировки, сборы, соревнования, поражения и победы. Не просто уловить момент для интервью с Ангелиной – новой звездочкой спортивного небосклона-курорта. Ее победа – это гордость для всех горожан. Сборная края и сразу победа. Очень трудно, когда ты сборная Краснодарского края, у тебя большая ответственность на тебе, что ты должен защитить и помочь команде. У Ангелины грандиозные мечты – попасть в сборную страны. А почему бы нет? У каждого есть шанс и возможность. Главное – трудиться и стараться. И идти к этой цели. В марте этого года анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству жилого комплекса «Кавказ». Жилой комплекс «Кавказ» расположен в курортной части города, в экологически чистом районе Пионерского проспекта. Всего 500 метров от моря. Жилой комплекс включает в себя пять монолитно-кирпичных многоэтажных домов и возводится поэтапно. Первый этап строительства – это два 16-этажных здания, состоящие из небольших по площади квартир, студий и однокомнатные квартиры. Проектировались эти секции с учетом спроса покупателей на доступное жилье. Мы приступили к строительству второго этапа жилого комплекса. Срок сдачи первого этапа – это первый квартал 2017 года, второго этапа – второй квартал 2017 года. Но наш коллектив постарается, как это всегда было, сдать досрочно. Жилой комплекс «Кавказ» отличает уникальное расположение и хорошая транспортная доступность. Здесь будет все необходимое для комфортного проживания. Благоустроенная и оселененная территория, развитая инфраструктура, современные лифтовые системы и автопарковка для жильцов. Мы прошли экспертизу двух банков на предмет участия в долевом строительстве. Это Росфильхозбанк и Сбербанк. Там в этих обоих банках достаточно льготные проценты по отношению, чем у других банков. «Меркурий-2» гарантирует уникальное соотношение цены и безупречного качества строительства, которое обеспечивает опытный и надежный застройщик, стабильно работающий на рынке недвижимости. Предлагаем, как всегда, приобретать квартиры, которые строят предприятия «Меркурий-2». Особенно, еще раз, я так раньше говорил, что в любые кризисные времена, чтобы сохранить свои финансовые ресурсы, надо вкладывать недвижимость. И это оправдывается. Если смотреть на наш жилой комплекс «Солнечный», то продажа сегодняшних квартир выросла в два раза минимум квадратного метра, чем она приобреталась. Поэтому мы приглашаем, так сказать, участников долевого строительства. Строительству жилого комплекса «Солнечный» был дан старт в августе 2007 года. Сейчас все квартиры в девяти корпусах проданы, собственники сделали ремонт и проживают в комфортных квартирах комплекса. Уже с четвертого этажа открывается вид на море. И чем выше этаж, тем лучше обзор. Жилой комплекс «Кавказ» расположен рядом с «Солнечным», еще ближе к морю. У вас есть возможность приобрести квартиру по льготной программе кредитования, с государственной поддержкой. Возможно, рассрочка и материнский капитал. По вопросу приобретения квартир в жилом комплексе «Кавказ» обращайтесь по телефону в Анапе 48 300 и 48 348. Подробная информация о ходе строительства и вся необходимая документация на сайте mercury.ru. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 18 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-26 градусов. Ночью 19-23 градуса тепла. Ветер восточный 1,7 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.